Итак, начинаем. Новый Bitrix24. Мы предлагаем сразу комплекс инструментов для организации работы внутри компании. Это и совместная работа, это CRM, задачи и проекты, сайты и, конечно, отдельный большой раздел по автоматизации. И новый Bitrix24 получил название Vega в качестве самой яркой звезды в созвездии Лира. Bitrix24 Копилот. Это искусственный интеллект, ваш помощник и персональный ассистент, созданный по технологии генеративных языковых моделей. Возможно, вы уже слышали термин GPT. Теперь это все становится частью продукта, и мы говорим об этом действительно как о втором пилоте, о неком ассистенте, который ежедневно будет помогать вам работать. Будет давать вашему отделу маркетинга становиться креативней. Копирайтеры будут улучшать стили текстов, продажники будут писать красивые письма вашим клиентам. И другие отделы будут делать все, чтобы становиться лучше и эффективнее внутри вашей компании. Искусственный интеллект приходит в бизнес и становится частью инструментов. И мы говорим о том, что теперь Копилот – это один из, ранее было пяти, теперь из шести ключевых инструментов, которые становятся частью BITREX24. И зачастую это и чат, а зачастую это голосовой набор. Как выглядит обычный сеанс разговора на сегодняшний момент? Предложи пять рекламных кампаний на радио для мебельной кампании. Мы голосом наговариваем, текст расшифровывается, и вы видите, что в чате Копилот дает… Разпиши подробнее третью и пятую. И не просто дает рекомендации и ответы, а учитывает контекст и дает нам ответы на предложенный вариант. Ребятой, напиши чек-лист ее реализации. Чтобы у вас все получилось, уточняйте роль. Представь, что ты директор по маркетингу ресторана. Дать контекст. Придумай нестандартный сценарий рекламного ролика, а объясни для кого. Целевая аудитория – это семейные пары с детьми. Задайте формат. Распиши по шагам и сделай списком. Ориентируйся на стиль. Зачастую прямо готовый текст можно. Попросить переписать, сделать повежливее, сделать наоборот пожестче. Интересный сценарий. Покритикуй мою идею. Вы что-то написали, сформулировали суть. И обращаетесь к копилоту и говорите. У меня есть такое содержание, такая идея. Попробуй покритиковать, если ты, например, покупатель чего бы то ни было. И предложите ему дать вам варианты за или против. И вам будет о чем поразмышлять. Копилот может помогать и в живой ленте. Появляется новый контрол, который можете вызвать и общаться с копилотом в привычном вам режиме. Вы удаёте ему какой-то готовый текст, либо просите создать ему какой-то текст. Да уточняете дополнительную информацию, чтобы он вам сделал текст лучше, короче, в другом инфостиле. Управляя данными копилота, вы доводите текст до идеального состояния и можете его просто опубликовать. Действительно, можно использовать копилот для того, чтобы понять материал, который, например, вам контекст, либо смысл кажется недостаточно понятным. Его можно перевести с английского на русский, на самые разные языки. Несколько предложений мы даём, но вы можете его подготовить по-своему. Вы можете написать свой ответ на русском и попросить копилот сделать его на английском. А это один из моих любимых сценариев. В нашем современном мире информации всё больше и больше, посты делают достаточно широкие, длинные. И хочется как можно компактнее быстро ухватить суть и дальше побежать работать. И копилот вам даёт такую возможность, он может саморизовать текст и выдать вам только суть. Ну и, конечно, голосовой ввод. Он также работает в живой ленте и позволяет разговаривать с искусственным интеллектом. Привет. Представь, что ты директор по маркетингу. Предложи мне 10 небанальных идей рекламной кампании для системы управления проектами. Целевая аудитория – мужчины, малый и средний бизнес, предприниматели. И в задачах тоже будет копилот помогать работать. Он будет улучшать ваши тексты, он будет помогать вам создавать текст задачи. Но важнейшим сценарием внутри любой задачи является создание чек-листа. Приходит новый сотрудник, и ему нужно объяснить подробно, по шагам, как выполнять эту задачу. И копилот теперь поможет вам сделать чек-лист очень легко и быстро. Но есть еще один сценарий, которым мы долго занимались и вообще даже вначале сомневались, получится ли у нас его сделать. Существует проблема. Вы поговорили с клиентом 30 минут. Но для того, чтобы потом эту телефонную запись разговора раскидать по карточке и поработать с ней, ну зачастую надо даже на двойной скорости больше времени, чем сам телефонный звонок. Нужно понять. А ведь клиенты, они по дороге меняют свое мнение. Они говорят, так, слушайте, хорошо, я передумал, давайте вернемся к первому сценарию, который я говорил вначале. Но мы разработали и представляем вам новый вариант реализации копилота в CRM. Сейчас будет базовый разговор. Здравствуйте, магазин мебели. Меня зовут Алина, слушаю вас. Здравствуйте, я бы хотела заказать у вас диван. Нужен угловой. Мне нужен угол справа. Да, мы присмотрели зеленый. Износостойка, у меня дома коты. И вот, собственно, состоялся разговор. Копилот автоматически включится, распознает разговор, сделает его голосовой анализ, сделает из него выжимку и автоматически заполнит всю карточку, всю карточку в CRM. В результатах из разговора будут и тип мебели, и форма, и размеры. И в зависимости от того, как настроена ваша карточка, все поля будут автоматически размещены. Мы столкнулись еще с одним эффектом. Клиенты перезванивают и продолжают уточнять, и просят внести изменения. Меняют цвета, размеры, меняют товары. И мы реализовали и соответствующую обработку. Если это повторный звонок, то Копилот распознает несоответствие с теми карточками или с теми данными, которые есть, и предлагает вам возможность дозаполнить соответствующие данные и раскидать эти данные правильно по карточке. Выгода и сценарий вообще выглядят как какое-то чудо, когда мы смотрим на сценарий Копилота вместе с Серым. Современный менеджер будет уже не видеть себя без Копилота, потому что он делает его эффективнее в 30 раз. Языковых моделей будет много. И мы считаем, что у каждой компании есть право использовать ту языковую модель, которую они дообучили, либо выбрали для работы своей компании. И мы разработали концепцию открытого Копилота, который только Bittrex 24 представляет. И у вас будет возможность выбрать любую языковую модель, которая есть на рынке. На старте мы предложим внутри продукта несколько моделей, с которыми вы сможете поэкспериментировать и выбрать лучшую для себя и вашей компании. Это офигеть, как круто. Я теперь продаю, как бешеный. Закончил звонок с клиентом. Нажимаю Копилот. А он расшифровку. Выделил главное. И сам заполнил карточку сделки. Никакой рутины. Нужно что-то новое, яркое, но серьезное. Хочу что-то уникальное, но в нашем стиле. Срок работы конец месяца, но лучше быстрее. Сделай красиво. Все, план работы готов. Он меня так понимает. Копилот? Не, я не пользуюсь. Копилот? Да хайп это все. Мы вместе креативим. Я ему. Пиши, как эксперт. А он мне такое. Я с ним такая креативная. Ну что он может, чего я не могу. Я кайфую от этой кнопки выделить главное. Сейчас покажу. Ух, как много всего. Нет, я не буду этого читать. Но вот, другое дело, никакой воды. Все, как я люблю. Я пошел. Меня никто не заменит. Я незаменим. Вас заменит не Копилот, а люди с Копилот. Битрикс 24 помогает стать лучшей версией себя. Сегодня мы поговорим о Битрикс 24 чат. Потому что это чат только для вашей компании. Здесь никогда не окажется каких-то посторонних людей. И мы представляем вам новый, совершенно новый продукт. Чат, который мы назвали M1. В честь команды и коллектива, который два последних года разрабатывал этот продукт. Действительно, потребовалось два года. Полное изменение архитектуры и внутри, и снаружи. И новый чат выглядит совершенно по-другому. Новый визуальный продукт, новый визуальный ряд, новые настройки. И, конечно, все основные сценарии, которые мы ожидаем видеть с вами внутри чата. Абсолютно новый функционал, мне кажется. Потому что здесь, конечно, вы можете общаться, обмениваться сообщениями, файлами. Но мы доработали и улучшили сценарии, когда вы создаете задачи, встречи внутри чата. Когда вы можете закреплять важные сообщения. Конечно, вы работаете с эмоциями, передаете эти эмоции своим сотрудникам. Быстро находите людей. Прямо в процессе обсуждения нам необходимо создать задачу. Вот мы видим, что вот этот текст, либо это описание требует от нас не забыть. Причем обратите внимание, что создавая задачу, все участники чата уже находятся в наблюдателях. То есть вам не нужно где-то отдельно создавать задачу и набирать этих людей. Все происходит буквально в пару кликов. Задача создана, и она закрепляется за этим чатом. И здесь мы сейчас как раз видим сайт-бар, в котором будут видны все задачи, все встречи, которые были созданы в момент обсуждения в чата. Конечно же, избранные сообщения. Возможность посмотреть файлы, медиа, документы. В общем, все, что было в переписке внутри чата. И здесь полностью переделана платформа для мобильных устройств. И здесь тоже чат, на самом деле, это прям отдельный новый инструмент. Мы сделали нативную платформу. Никаких колесиков не будет для загрузки. Все будет работать быстро. Хранится на этом компьютере быстрый нативный локальный чат. Смотрите, как прекрасно ставить эмоции работать с этими сценариями. Отдельный сценарий, который хотелось бы отметить, это работа чата в оффлайн-режиме. На самом деле оказалось достаточно частый сценарий, когда необходимо вернуться к каким-то документам внутри чата или даже отправить какое-то сообщение, находясь сейчас не в сети. Новый чат N1 M1 это вообще абсолютно новый продукт. Как визуально, так и технически полностью переработан внутри. И следующий блок, это у нас календарь. Вообще, уникальность календаря Bittrex 24 в том, что с помощью планировщика вы очень легко можете планировать встречи внутри компании. Но в одном из последних релизов мы представили новый сценарий свободных слотов, где вы можете буквально в пару кликов получить ссылку и отправить ее клиенту для того, чтобы согласовать время для встречи с тем, кого нет в вашем Bittrex 24. И так выглядит интерфейс теперь. Здесь дополнилось. Теперь вы можете указать рабочие дни и рабочее время, в которые вы разрешаете занимать ваши свободные слоты, указать длительность этого слота, чтобы не занимали на 3-5 часов, скопировать ссылку и отправить ее внешнему клиенту. Ну и еще, конечно же, отдельный большой сценарий и кейс, когда вам нужно из вашей компании пригласить на встречу несколько участников. Вообще, если это 3-5 и больше людей, это сделать без слотов практически нереально, потому что нужно подобрать удобное для всех время. И теперь в свободных слотах вы можете выбрать тех участников с вашего Bittrex 24, кто будет участвовать с вами на встрече и отправить ссылку, где клиент будет видеть свободное время сразу у всех ваших сотрудников. Вообще, конечно, это рай для помощников руководителя. И все это дополняется, конечно, большим обновлением мобильного календаря. Ну, во-первых, здесь мы обновили сам календарь. Мы представляем сегодня новый его интерфейс. Это удобный и привычный интерфейс, где вы видите все свои события. Конечно же, свободные слоты, возможность скопировать ссылку и с мобильного телефона. Особо удобно отправлять ее сразу в нужные мессенджеры своим клиентам. Все это теперь доступно и в мобильном календаре. Темная тема. Конечно, это удивительно. 60% выбирают темную тему. Но есть совершенно необычный факт. Оказывается, использование темной темы снижает потребление энергии. Вот, оказывается, для чего происходит эта смена. Основной секрет, да. Ну и, конечно же, снижается утомляемость глаз. Ну и, честно говоря, когда вы работаете в целом в темной операционной системе, то эстетически красиво, чтобы приложения тоже были темные. Самый популярный сценарий на мобильном устройстве, один из самых популярных, это мобильные задачи. И здесь мы очень много поработали. Сегодня мы представляем новые режимы работы с задачами. Теперь вы можете выбрать, в каком представлении вы будете работать в мобильных задачах. Это может быть канбан внутри проекта. Это могут быть сроки или мой план. Конечно, вы будете видеть это представление. Сможете двигать задачи между этапами и видеть вообще, на каком этапе, на какой стадии находится та или иная задача. И все это делать прямо внутри мобильного приложения. Мы представляем и выпускаем мобильные смарт-процессы. Прекрасный функционал. Но это прямо целое цифровое рабочее место. Его активно используют наши партнеры и клиенты в вебе. И теперь оно доступно, полностью доступно на мобильном телефоне. Кстати, любой бизнес-процесс, любой смарт-процесс может быть вынесен на главное меню для сотрудника. Но отдельная изюминка сегодняшнего обновления внутри мобильного приложения – это, конечно, мобильные бизнес-процессы. И здесь мы между собой шутим, что, наконец-то, сотрудники, которые работают только с мобильного телефона, смогут уйти в отпуск. Потому что они смогут запустить этот процесс прямо в своем мобильном приложении. Конечно, любые бизнес-процессы можно запускать теперь, инициировать, начинать непосредственно с мобильного телефона, заполнять параметры и отслеживать в дальнейшем работу. Вот так это будет выглядеть. Есть целый раздел процесса. И подписание, мы отдельно над этим поработали, происходит очень быстро. Это большое… У меня очень много бизнес-процессов, я реально их подписываю десятками в день. И возможность быстро посмотреть, написать комментарии, заполнить поля, передвинуть играет большое значение. Теперь бизнес-процессы… Даже доступен протокол всей цепочки работы процесса непосредственно на мобильном телефоне, и вы увидите, кто подтверждал, сколько времени на это ушло. Ну и изюминка. Время выполнения бизнес-процесса. Перед запуском бизнес-процесса вы увидите, сколько составляет среднее время выполнения. Например, заявка на командировку в среднем в вашей компании рассматривается 6 дней. В самом списке бизнес-процесса вы увидите на каждом этапе время, сколько было затрачено на каждый из этапов. И в протоколе вы увидите отдельно каждый этап, сколько и где происходит остановка. И что мы представляем нового в складском учете? У нас появляются методы списания. Расчет себестоимости при списании товаров. Вообще на рынке существует два основных метода списания, которые есть. Это FIFA и посредний. FIFA – это когда компания работает с товарами, которые постоянно теряют в цене. Он первый пришел, первый ушел. Посредний – это подходит другим компаниям, в принципе остальным, у которых волатильность цены постоянная на рынке, и они могут выбирать среднюю цену продажи. Методы списания вы выбираете один раз и в дальнейшем полностью используете складской учет. И на основании этих данных появились новые отчеты по валовой прибыли и по рентабельности. Они являются готовыми составной частью продукта. Большое обновление складского учета на мобильном телефоне. Теперь все документы, все, что необходимо для работы со складом, сканирование баркода, выписка всех документов – все теперь доступно непосредственно на мобильном телефоне. Коннектор к 1С. Очень важная интеграция в нашем приложении, в нашем продукте. В данном релизе появится уникальная возможность интегрировать складской учет в связке с CRM. У вас уже есть 1С, у вас все настроено, вы делаете все складские операции в 1С, и вы хотите продолжить это делать. Но менеджеры работают внутри Bittrex24 и коммуницируют с клиентами через нее. Вы сможете сделать интеграцию, и ваш менеджер внутри сделки будет видеть название товаров, остатки, цены, склады, делать возможность резервирования. И все это в реальном режиме времени будет попадать в 1С, и складские работники будут делать отгрузки ваших заказов. Мы решили системно, ну и раз и навсегда решить задачу, и мы выпускаем и представляем вам BI-конструктор. Что это такое? В разделе CRM появился новый отдельный пункт меню BI-конструктор, в котором предоставлены 5 готовых отчетов, с которыми могут работать клиенты. Вы видите стандартный отчет, в котором в принципе кликабельен любой показатель, который можно доуточнить, посмотреть, зафильтровать какой-то набор данных, увидеть его на графике и работать с отчетом и цифрами очень удробно и подробно. Отчет, конечно же, хочется отредактировать. Любую компанию приходишь, начинаешь с ней разговаривать и говорить, у нас уникальный бизнес, у нас полностью своя инфраструктура и свои данные. И теперь компания имеет такую возможность, она может изменить любую цифру, переставить необходимую информацию местами, добавить какие-то уникальные другие новые графики, выбрать их из готового списка, который будет кастомизироваться и в конечном итоге будет загружаться из маркетплейсов для работы. Очень простой визуальный конструктор. И следующий большой блок, большой инструмент – это Bittrex24 подпись. Мы уже представили подпись, она уже доступна, это простая электронная подпись, где вы можете подписывать документы онлайн, в том числе документы из CRM, когда вы отправляете документ клиенту, и он буквально в пару кликов подписывает его со своего, например, мобильного телефона. Но помимо этого, самым частым запросом, который нам поступает, это кадровый документооборот. Компании хотят автоматизировать кадровый документооборот, то, что и называется КИДО. И у нас появляется отдельное рабочее место для таких кадровых сотрудников. Это новый раздел внутри Bittrex24. Здесь в интерфейсе, конечно, он может выбрать все необходимые документы, которые будут подписываться, может выбрать сотрудников, которые должны будут подписать эти документы. Руководителя, кто будет подписывать, выбирает сотрудников, можно взять всю структуру, но в итоге будет создан отдельно каждый документ. И в итоге мы определяем в нашем конструкторе, готовим документы подписания. Причем важно отметить, что вы можете выбрать, каким именно способом вы отправите этот документ сотруднику для подписания. Это, конечно же, может быть чат Bittrex24, а можно отправить, например, в виде СМС или еще куда-то. Есть целый раздел отслеживания, кто подписал, кто не подписал, кто забыл, как им напомнить. Вы можете выбрать, создать чат и вместе с этими сотрудниками дожать вопрос. Это тоже сделано на практическом опыте. Хотелось бы, чтобы все подписывали с первой попытки, но по факту так не происходит. В разделе сотрудника появился раздел со всеми подписанными документами, которые у него есть. Это тоже требование законодательств. Вот, собственно, этот раздел подписанной документы в профиле сотрудника. Ну и самый частый запрос, а как бы все подписывать? Все 100% документов. Все 100%. И тут нужно рассказать о Bittrex24 Госключ. Госключ — это некий федеральный проект, в котором государство разработало отдельное мобильное предложение, обеспечивающее УНЭП и УКЭП, то есть подписание самых разных документов с использованием госуслуг и целого сервиса отдельного Госключа. И использование Госключа дает возможность подписывать, ну, по сути, все 100% документов. И те, которые можно было ПЭПом подписать, и все остальные. И трудовой договор, и договор о материальной ответственности, и так далее. На стороне сотрудника самый частый сценарий. В мобильное свое приложение он получает ссылку, уведомление от Госключа, может зайти и подписать. Ну, дополнительно мы еще будем отправлять уведомления внутри Bittrex24, для того, чтобы он не пропустил этот пуш на своем мобильном телефоне. И здесь вся вот эта наша обвязка, рабочее место сотрудника кадровой службы пригодится как никогда. Долгожданное обновление, единый центр настроек. Вообще продукт у нас большой, и теперь есть возможность включать или отключать те или иные инструменты, и в дальнейшем подключать инструмент за инструментом. Наша вообще цель, чтобы для каждого сотрудника в компании находились инструменты, с которыми они будут работать. У нас теперь есть целый раздел, где собраны абсолютно все настройки по продукту. Раньше вы должны были разыскивать их в разных местах, а теперь это единый центр настроек, где вы можете задавать настроение вашему Bittrex24, адрес вашего Bittrex24, задавать реквизиты, безопасность, права доступа. Все, что необходимо по продукту, будет собрано теперь в единый центр настроек. Мы представили вам новый Bittrex24 Vega. Искусственный интеллект становится теперь частью деловых процессов. Это копилот, это новый чат М1 в вебе, это новое мобильное приложение и новый мобильный чат, BI-конструктор, КДО плюс госключ, мобильный бизнес-процессы, складской учет, прекрасное обновление Bittrex24. Расс self-frei. Исследования. Рэш-рышки. В Kraftành.